в этом видео мы с вами рассмотрим модификатор который носит название мультирезолюшен русской версии он называют мульти разрешение также у этого модификатора есть и более короткое название мульти рез этот модификатор позволяет нам подразделять и сглаживать поверхность но в отличие от модификатора sub division surface он позволяет нам редактировать в режиме скульптинга уровне подразделения то есть в результате мы можем детализировать вот сейчас у меня используется текстурная кисть и мы можем детализировать данный объект на более высоком уровне но если мы понизим этот уровень то мы можем убрать эту детализацию и всем этим управлять вот как раз давайте посмотрим на этот модификатор также под видео будут все необходимые ссылки как на документацию также и на дополнительные видео которые касаются этого модификатора и как его разбирают другие авторы ну а мы с вами приступим а теперь давайте подготовим данную сцену этот фрагмент видео вы можете пропустить у нас цена по умолчанию камеру источник света по традиции мы скроем а вот кубик давайте его удалим правой кнопкой удалить и с вами активируем специальный аддон который позволит нам добавить сцену очень интересный объект в трехмерной графике который носит название чайник из юты или чайник не было это небольшой заварной чайничек который также является символом трехмерной графики ну наравне с сюзанны в блендере вот как раз давайте это и сделаем перейдем в пункт меню edit preferences находим пункт отвечающий за аддоны и вот здесь вот в этом списке находим аддоны добавляющий новый mesh объекты и поставим вот здесь галочку extra objects то есть расширенные дополнительные объекты не забывайте про одну очень важную вещь у нас есть расширенные дополнительные mesh объекты а также есть и объекты так называемый кривой который также можно активировать советую активируйте посмотреть а что позволяет добавлять этот аддон но нас интересуют именно mesh объекты после того как мы там поставили галочку мы можем перейти в пункт меню добавить далее mesh и перейти вот сюда в самый низ найти дополнительные расширенные объекты талия тип от плюс и кликаем вот здесь после этого у нас цене появится чайничек если будет нужна чайная ложечка то вот из этого меню последней операции можно выбрать и чайную ложечку это один из быстрых способов моделирования в блендере когда нам делать в принципе нечего а только нажимай на кнопки мы с вами получили вот такой легендарный объект давайте также добавим еще какой-нибудь из маткапов который лучше подходит для скульптинга переходим в настройки солида далее маткап и выбираем любой который вам здесь понравится ну давайте наверное возьмем вот этот думаю достаточно будет приятно нам для глаз также дополнительно отобразим сетку перейдем в overlay поставим галочку показать ребра грани и настроим здесь непрозрачность выставим где-то около половины снимем выделение и посмотрим теперь все готово щелкаем по данному чайничку переходим в модификаторы и находим модификатор multi resolution добавляем его сделаем так чтобы нам было удобнее работать и давайте посмотрим на его настройки мы с вами создали чайник и добавили модификатор мультирез ну и дополнительно в overlay поставили вот здесь галочку показать ребра грани дополнительно можем отобразить и статистику чтобы видеть и контролировать какое количество полигонов представлено в данном объекте теперь перейдем с вами внутрь этого модификатора здесь нам нужно снять вот эту галочку под названием optimal display не выполнять прорисовку рендеринг внутренних подразделенных ребер это мы делаем с вами специально чтобы видеть сетку данной геометрии в объектном режиме а также в режиме скульптинга и контролировать то действие которое делает данный модификатор по умолчанию здесь галочка всегда стоит и отключать ее не надо теперь мы сделаем с вами следующее посмотрите внимательно здесь присутствует три слайдера первый слайдер отвечает за количество подразделений во вьюпорте то есть то что мы сейчас с вами видим в объектном режиме ниже уже слайдер который определяет количество подразделений используемые в режиме скульптинга а еще ниже слайдер уже отвечающий за уровень подразделения используемые при рендеринге при визуализации при этом всем этим можно очень гибко управлять во время скульптинга нам например нужна более высокая детализация ну и соответственно во время рендера а если в объектном режиме нам нужно чтобы объект был представлен более упрощенным то мы можем выставить нуру в нужный уровень детализации именно во вьюпорте это очень полезно и позволяет упростить сцену когда много объектов ну и при этом эти объекты все разные теперь давайте сделаем вот что попробуем подвигать эти слайдеры возьмем верхний слайдер отвечающий за количество подразделений во вьюпорте именно в объектном режиме начинаем двигать и ничего не происходит здесь везде стоят нули как нам это исправить и почему мы не увеличиваем тем самым количество этих подразделений дело в том что нам нужно подразделить эту поверхность и вот для этого у нас имеется здесь панель под названием сап дивизион раскроем ее здесь имеются кнопки отвечающие за подразделение первая самая большая но она и часто используемая носит название sub divide эта кнопка позволяет нам как раз и добавлять нужные уровни подразделения при этом когда мы по ней будем щелкать у нас поверхность будет не только подразделяться но еще сглаживаться округляться за счет алгоритма кэтмулд кларка или и очень называют алгоритм сиси ну а помимо данного способа есть и так называемый простой симпл симпл позволяет нам просто подразделять данную поверхность то есть мы ее делим но не сглаживаем не округляем и еще линейный здесь алгоритм нас сейчас интересуют вот эти два алгоритма давайте посмотрим как работает симпл посмотрите еще раз по внимательной на данную сетку нажимаем симпл один раз здесь меняется сразу значение выставил единица то есть мы увеличили уровень подразделения и мы сразу видим здесь изменения давайте щелкнем несколько раз выставим около 4 мы с вами получили вот такую плотную достаточно сетку она подразделена если мы отключим оверлей то мы увидим что модель не сгладилась она как было так и осталось при этом учитывайте что мы с вами не щелкали правой кнопкой по модели и не выставляли здесь затенение под названием шейд смуф а мы работаем затенением шейд флей то есть как есть по умолчанию в данной сцене теперь давайте взглянем вот что а если мне нужно убрать верхние уровни подразделения вот я хочу например вернуться на первый уровень для этого мы воспользуемся вот этим слайдером во вьюпорте и выставим например здесь единичку все предыдущие уровни верхнем не не нужны для этого мы щелкаем вот по этой кнопочкой дэвид хая удалить наш с более высоким разрешением с возможной потери детализации щелкаем здесь теперь выставились единички дальше мы перейти уже выше не сможем так как мы более высокие уровни с вами удалили теперь давайте сделаем вот что мы с вами сейчас вернем нулевой уровень и удалим все верхние и посмотрим как работает уже кнопочка под названием сап девайд а теперь давайте посмотрим как работает кнопка сап девайд эта кнопка позволяет нам подразделить и соответственно сгладить данную поверхность давайте как раз это сделаем мы находимся в объектном режиме щелкаем по этой кнопочкой несколько раз выставим наверное четыре уровня подразделения нам это будет достаточно мы с вами получаем вот такую плотную сглаженную сетку если отключим overlay посмотрим на данную модельку то она будет уже более такой красивый и симпатичный но учитывайте что и количество полигонов у нас увеличилось теперь мы с переходим в режим скультинга нажимаем control tab или выбираем нужный режим из этого списка нам нужно сейчас с вами понять что будет происходить с данной поверхностью когда мы с вами переходим с одного уровня на другой и для этого мы воспользуемся текстурной кистью с помощью текстуры мы можем с вами смещать вершины получая различную такую рельефную поверхность вот как раз мы сейчас это и сделаем и не забывайте что данный именно модификатор мы применяем его во время скульптинга когда мы на более низких уровнях можем работать с общей в некотором смысле формой чем более высокий уровень мы выставляем тем более мелкие детали мы можем прорабатывать и нам никто не мешает переходить с одного уровня на другой а верхние уровни если будут не нужны можем удалить но учитывайте работаем мы всегда с вами на уровне выше нуля нулевой это в некотором смысле уровень базового мэша если на нем будем работать то мы будем изменять базовую форму чуть попозже мы с вами поймем для чего вот здесь нужна вот эта специальная галочка которая позволяет нам скульптировать базовый мэш находясь например на некотором уровне выше но сейчас нас интересует именно что будет происходить с этой поверхности прежде всего настроим данный инструмент кисть у нас все здесь настройки будут по умолчанию мы используем кисточку draw далее переходим в настройки вот сюда активного инструмента здесь выбираем текстуру щелкаем новое далее по кнопочке отобразить текстуру во вкладке текстур или переходим вот сюда выбираем обычную процедурную текстуру например облака настраивать здесь ничего не будем возвращаемся в активный инструмент убедимся что она здесь появилась мэппинг оставим как есть далее делаем следующее возвращаемся к модификатору и понижаем уровень выберем наверное первой повращаем сцену средней кнопкой мыши и пройдемся мазнем кисточкой один раз вот таким образом далее чуть повернем поднимем уровень до двойки и рядом еще мазнем далее до тройки и до последнего четвертого уровня если будет нужно можем еще раз подразделить посмотрите внимательно сейчас я отключу overlay чтобы сетка не мешала мы с вами получили различную детализацию данной поверхности то есть на более низком уровне и на более высоком есть была одна и та же то есть чем выше будет количество полигонов тем более детализирование будет поверхности и при этом нам никто не мешает переходить на более низкий уровень для доработки каких-то здесь деталей ну и на более высокий соответственно при скульптинге если данный модификатор нам будет необходимым и захотим его применить он применяется в стандартном объектном режиме и еще раз не забывайте мы работаем на уровне выше нуля то есть от единицы и выше на всякий случай при этом обратите внимание когда мы с вами сейчас вращали сцену на сцена вот таким образом отображалась то есть упрощала сетка при вращении сцены это такая специальная оптимизация чтобы снять нагрузку на систему если это вдруг вам мешает то это можно все отключить как это работает смотрите вы можете перейти вот сюда в верхнюю часть покрутить колесик мышки или использовать среднюю кнопку мыши найти пункт опции и снять эту галочку быстрая навигация либо это можно сделать вот здесь в боковой панели та же самая команда или перейти вот сюда в настройки активного инструмента в опции снимаем галочку используя среднюю кнопку мыши теперь сцена у нас не упрощается если нужно можем поставить это решает каждый сам теперь давайте сделаем следующее мы с вами сейчас посмотрим как работает вот этот пункт and subdivide который уже применяется к базовому мешу и вот этот пункт который тоже весьма важный а теперь давайте посмотрим как работает вот эта специальная кнопка команда под названием unsubdivide который позволяет нам как раз удалить сбросить вот эти подразделения которые были добавлены базовому мешу смотрите как это функционирует сейчас мы находимся в режиме скульптинга у нас добавлен модификатор multires то есть он добавлен по умолчанию как есть если мы сейчас возьмем и начнем нажимать на эту кнопочку то у нас появится предупреждение ну соответственно результата никакого не будет если мы пытаемся подразделить данную поверхность помощью команды subdivide и попытаемся снять эти подразделения с помощью данной кнопки то опять же мы получим с вами предупреждение обратите на это внимание как же это функционирует и работает чтобы лучше это понять нам придется сделать с вами следующее удалить данный модификатор multires лучше сразу перейти в объектный режим и добавить модификатор sub division surface здесь мы с вами выберем сразу несколько уровней подразделения чтобы у нас была такая плотная достаточно сетка и применим этот модификатор в объектном режиме применяем и теперь как ни странно добавляем мультирез мульти разрешение если мы теперь с вами будем нажимать вот на эту кнопку and sub divide посмотрите внимательно то мы с помощью этой кнопки будем с вами снимать эти подразделения которые мы с вами добавили к базовому мешу нажимаем и посмотрите как меняется сразу сетка данного объекта и мы перейдем к первоначальной сетки то есть до подразделения вот каким образом функционирует данная кнопочка на всякий случай на это обратите внимание ну а теперь переходим вот к этому параметру который позволяет нам выполнять скульптинг над базовым мешем в режиме скульптинга у нас активен вот этот пункт который позволяет нам здесь поставить галочку и мы можем с вами скульптить базовый меш вот то что мы с вами сейчас видим это и есть базовый меш здесь есть такая одна особенность которую нужно всегда учитывать сейчас у нас уровне здесь подразделения стоят 0 если мы сейчас во время скульптинга будем изменять каким-то образом данную форму стандартными вот здесь кистями то мы будем воздействовать на базовый меш при значении еще раз говорю подразделение равное нулю давайте возьмем кисточку которая носит название grab вызываемой английской буковкой g изменим радиус делаем побольше им далее возьмем и будем удерживать control и сделаем вот такое смещение посмотрите внимательно сейчас я это сделал именно на уровне подразделение 0 если я сейчас удалю данный модификатор то базовый меш был изменен и он останется так как он есть как мы сейчас данный момент его видим я откачу действие нажму control z отмена но если мы с вами сделали следующее работали на каком-то из уровней подразделения которые мы с вами здесь бы выбрали в режиме скульптинга давайте подразделим хотя бы один раз работаем на единицы делаем все то же самое с контролом и вот так немножко сместим вот сейчас это смещение я сделал над подразделенным объектом и посмотрите что произойдет если я с единицы вернусь на 0 я вернусь к базовому мешу если я находился на единице просто удалю данный модификатор я вернусь к базовой структуре данного объекта это очень важно и нужно это учитывать когда будете скульптить теперь мы сделаем следующее с вами снова откатим действие назад когда у нас был добавлен данный модификатор и посмотрите что мы сейчас будем с вами делать если мы находимся на более высоком уровне давайте еще раз подразделим пусть это будет второй уровень и поставим вот здесь галочку то теперь все наши действия и весь скульптинг который мы будем с вами производить на более высоком уровне также будет воздействовать и на нулевой уровень так называемого базового меша с которым мы работаем вот на эту саму болванку над которой добавлен данный модификатор и соответственно модификатор на нее действует делаем все то же самое с контролом инструмент grab просто немножко так сместим чтобы исказить форму и вот если я сейчас попытаюсь перейти на более низкий уровень например на нулевой то форма базового меша уже будет искажена если я удалю данный модификатор то есть базовый меш был уже изменен вот таким образом и откачу действия назад работает вот эта галочка когда мы ее ставим находясь на более высоком уровне мы также с вами воздействуем и на базовую основную структуру изначальную об этом нужно помнить и не забывать поэтому когда вы создаете базовый меш для скульптинга и для дальнейшей уже детализации именно средствами скульптирования можно так сказать то обязательно не забывайте делать дубликат копию скрывать ее отключать от рендер пока она вам не нужна ну а соответственно если будет понадобиться то к ней всегда можно вернуться об этом нужно помнить и не забывать со временем мы с этим совсем познакомимся теперь давайте взглянем на еще ряд дополнительных функций которые заложены в этом модификаторе все еще раз подчеркиваю мы рассматривать не будем взглянем вот на этот пункт под названием форма а теперь давайте посмотрим как работает вот эта команда внутри модификатора мульти разрешения который носит название ри шейп или изменить форму данная команда позволяет нам копировать координаты вершин от другого объекта смотрите у меня сейчас цене присутствует в некотором смысле два куска цифровой глины оба этих объекта созданы из обычного кубика у них есть одно общее это одинаковое количество подразделений то есть у них равное количество вершин чтобы это как раз работало нам нужно чтобы у двух этих объектов было просто одинаковое количество вершин теперь мы можем сделать следующее нам нужно вот эту форму передать вот на этот объект как нам это сделать выделяем этот объект и удерживаем клавишу shift щелкаем по второму объекту у второго объекта добавлен модификатор мульти рез раскрываем вот эту панель под названием шейп форма и щелкаем по кнопочке решить после этого данный объект примет форму вот этого объекта донора в некотором смысле слова и мы получим два таких куска цифровой глины обратите на это внимание но еще раз подчеркиваю это работает только при условии что у этих двух объектов одинаковое количество вершин а мы с вами сейчас переходим к очень интересному примеру когда можно модификатор мульти рез использовать вместе с модификатором шулинг раб более дальнейшее рассмотрение этого модификатора мы будем с вами рассматривать уже на примерах по скульптингу а перед тем как мы с вами рассмотрим небольшой пример давайте все-таки взглянем вот на эту еще настройку который носит название rebuild sub divisions она позволяет нам восстанавливать уровни подразделения применяется к уже созданным объектом после скульптинга когда мы уже применяли с вами мульти рез посмотрите внимательно сейчас мы с вами подразделим данную мартышку сюзану тем же самым мульти резом выполним несколько уровней подразделения давайте сделаем около четырех и просто в объектном режиме применим данный модификатор теперь мы с вами возвращаемся снова к модификатором и добавляем данный модификатор мульти рез еще раз теперь я хочу восстановить вот эти уровни подразделения у данной мартышки и вот эта функция как раз нам это позволяет сделать щелкаем по этой кнопочки ждем и сейчас получим четыре уровня подразделения и далее уже можем двигать этот слайдер и управлять этим подразделением это такая функция восстановления в некотором смысле слова но у нее есть тоже свои особенности мульти рез не такой простой модификатор и с ним стоит обязательно работать и смотреть как с ним работают другие особенно люди которые серьезно занимаются скульптингом в программе блендер ну а мы с вами плавно переходим к такому небольшому примеру а теперь давайте посмотрим как можно например применить совместно два модификатора мульти разрешение и шринг раб для этого нам нужно сделать следующее представьте себе что вы во время скульптинга применяли динамическую топологию который породил огромное количество треугольников и данной топологии сетки вам не нравится и вы хотите создать новую сетку используя ту форму первоначального объекта и вот здесь как раз нам пригодятся совместно два этих модификатора что нам сейчас понадобится для этой демонстрации ну прежде всего добавим классический mesh объект сюзану просто ее подразделим классическим модификатором sub division surface с четырьмя уровнями подразделение и применим также если захотите можете отобразить ребра грани настроить их непрозрачность и а также 5 добавить какой-нибудь из маткапов который лучше подходит для скульптинга мы с вами теперь видим вот эту структуру сетку она достаточно неплохая теперь мы с вами сделаем следующее мы перейдем в режим скульптинга выделяем данный объект и меняем объектный режим на скульпт мод поменяли переходим вот здесь и находим пункт под названием динамическая топология и ставим просто галочку соглашаемся и нажимаем ok посмотрите внимательно сейчас вся геометрия данного объекта подразделилась на треугольнике давайте сделаем такую импровизированную прическу по-быстрому и очень просто используем классическую кисточку все настройки по умолчанию и просто вот так пройдемся сделаем что-то наподобие вот такой прически особо стараться не будем главное просто создать такую форму приблизимся чтобы увеличить детализацию обратить внимание чем ближе мы приближаемся тем мельче становится данная треугольная сетка хорошо мы создали вот такую интересную прическу путь пусть не хорошую но со временем сделаем так что будет прям коса завиваться теперь нам нужно сделать с вами следующее перейти в обычный объектный режим мы с вами получили вот такую не очень хорошую сетку я хочу создать более качественную сетку на базе вот этого объекта точнее этой формы данного объекта для этого мы сейчас воспользуемся еще одной сюзанны и модификатором мультирез добавляем вторую сюзанну она у нас будет под названием 001 назовем агент 001 и как раз вот этой второй сюзанне мы добавляем модификатор мультирез чтобы у нас это все не путалось и не так лучше отображалась давайте выберем рандомный цвет я думаю так будет намного лучше теперь делаем следующее добавляем агенту 001 в данный момент сюзанне модификатор мульти разрешения добавляем выбираем здесь несколько уровней подразделения ставим наверное около также давайте около 4 хорошо все сделали все готово если хотите можете галочку снять теперь делаем следующее мы настроили данный модификатор все здесь работа в некотором смысле закончилась теперь нам нужно вот этой сеткой обтянуть первоначальную форму то есть юзанны с которым мы работали с применением динамической топологии и вот как раз здесь нам нужен модификатор shrink rub находим его в этом списке указываем первичный объект это первая сюзанна вот эта начальная с которой мы работали теперь нам нужно здесь грамотно подобрать метод используется проекция получаем вот такую странную конструкцию не пугаемся здесь лишь навсего нужно поставить галочку чтобы использовать как положительная так и отрицательная ось так как оси здесь не выбран используется направлении нормалей если мы с вами сейчас отключим видимость первой сюзанны то мы с вами получим перенос в некотором смысле посмотрите внимательно как будет представлена вот эта сетка агента в неком смысле 001 она будет уже состоять равномерно из четырехсторонних полигонов сейчас мы это применим все давайте как раз то сделаем мы находимся в объектном режиме применяем модификатор мульти разрешения и shrink rub применили выделяем этот первый объект и просто его сдвигаем так сейчас нам снять выделение отобразим и сдвинем посмотрите внимательно вот здесь у нас с вами топология представлен треугольниками полученные после динамической топологии во время скульптинга а вот эту сетку мы с вами получили за счет применения модификатора мульти разрешения и shrink rub который как раз спроецировался на данный объект вот таким образом да она здесь не идеальная есть небольшие артефакты но в принципе этот метод тоже позволяет нам в некотором смысле повторить форму здесь можно было бы не использовать саму мартышку а можно было взять кубик его подразделить и этим кубиком в некотором смысле обтянуть таким методом вот эту мартышку с динамической топологии которую мы с вами использовали но в данном случае мы воспользовались уже готовой мартышкой попробуйте тоже такой метод он достаточно интересный и может пригодиться при работе ну а на сегодня все и не забывайте что скульптинг мы с вами будем рассматривать сначала базовые основные вещи в основном плейлисте а уже потом в отдельном где нам нужно будет на посмотреть на новшества которые появились версии 3.2.0 а там есть на что посмотреть а на сегодня все